Жители оккупированного, временно оккупированного россиянами Мариуполя устроили самый настоящий галлондный бунт, когда Красный Крест попытался отменить выдачу гуманитарной помощи из-за большого количества людей. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в пункте в Лунопарке имени Гурова объявили о приостановке выдачи гуманитарной помощи, после чего и начался тот самый бунт. Сейчас подробности услышим от самого Петра Андрющенко, он присоединяется к нашему эфиру с нами на прямой связи. Петр Павлович, приветствую вас. Доброго дня. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как начался этот бунт, в связи с чем конкретно это было связано, и почему вдруг представители Красного Креста решили приостановить выдачу гуманитарной помощи. Это сложная история. Во-первых, первой причиной, безусловно, является то, что в августе месяце оккупационные власти пересмотрели порядок выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе. Если раньше ее могли получать все, куда бедно, то на сегодняшний день, с августа, с середины августа, ее могут получать только люди пенсионного возраста 65 лет плюс, дети до 3 лет, причем без родителей, и люди с инвалидностью. Фактически три большие категории, которым она доступна. Всем остальным она недоступна. Естественно, все проблемы, которые связаны с городом, с работами, с зарплатами, с ценами, со всеми, что происходит на сегодняшний день в Мариуполе, приводят к тому, что еды банально не хватает. Не могут двое, например, родителей работать, один должен смотреть за ребенком, тот во всеми должен добывать воду, должен добывать еду, в принципе, до этого. Поэтому тех денег, которые даже выплачивают оккупационные власти за работу, их катастрофически не хватает. Ну и единственным пунктом, единственным, кто остался, кто раздает больших объемов гуманитарную помощь, остался Международный Красный Крест. Но Международный Красный Крест до этого, поскольку была другая гуманитарка, выдавал ее путем предварительной онлайн-регистрации. Тоже, с нашей точки зрения, интересная история, учитывая, что устойчивой нормальной связи в городе нет. Ну, странно это выглядит, честно говоря. Ну, вчера очередной раз, безусловно, приехал Красный Крест. Любой приезд Красного Креста, в принципе, по разным точкам города, всегда сопровожается большими очередями. Ну, если до этого закончилась гуманитарная помощь, закончилась, и люди спокойно реагировали и шли по другим пунктам гуманитарных, которые представлены в той же Единой России, то сегодня им идти некуда. И в итоге вот возник такой бунт. Красный Крест, когда приехал, увидел, сколько людей, и явно люди не зарегистрированы, как они хотели, они решили просто ее не выдавать. И, естественно, опять же, да, это вызвало тот самый голодный бунт. Люди штурмовали фуры, штурмовали работников Красного Креста. А в итоге ее все-таки там повыдавали худо-бедно. Но мы так подозреваем, что последний приезд Красного Креста в город Мариуполь. Для нас, в общем-то, ситуация неудивительна. Как и поведение Красного Креста, так и результат поведения оккупантов в виде людских бунтов. Мы уверены, что это только начало на самом деле, потому что людей доводят до ручки, и, собственно, у людей не остается другого выбора. А люди привыкли за 8 лет жизни приукраинской власти после революции привыкли к демократии высказывать свои недовольства на улице, в том числе и таким путем. Поэтому это будущее, с которым столкнулась сейчас оккупационная власть и столкнется в больших объемах. Тем более, чем ближе к земле, чем меньше из своих обещаний они выполняют, тем больше недовольство людей растет. Петр, скажите, пожалуйста, о чем свидетельствуют подобные изменения настроения и поведения людей, и какие перспективы сейчас открываются? Мы надеемся, что, во-первых, это приведет все-таки к очередной волне эвакуации, тем более в Мариуполе, в Панто-Мансиеве давали упрощенный выезд, наконец-то без пропусков, из города Мариуполь с 6 сентября. С другой стороны, чем вызвано? Тем, что людям подарили надежду, лето заканчивается, то, что пообещали, не сделано, люди начинают понимать, что сделано и не будет. Поэтому, естественно, недовольство будет расти. А сейчас будет наступать осень, красивые картинки природные, которые прикрывали, разрушения закончатся. Собственно, и тепло в домах не появится. Вода далеко не везде есть, и явно прогресса в этом направлении тоже не стоит ждать. Поэтому, естественно, недовольство людей будет нарастать. К чему это приведет? Сказать сложно, собственно, потому что, ну, панды не знают, как на это реагировать. Они готовы к проукраинским, скажем, митингам, да, с лозумами, с флагами. Тут им понятно, что делать. Арестовывать, разгонять и кидать в тюрьму. А что делать с банальным недовольством людей из-за отсутствия базовых бытовых условий? Но к этому они точно не готовы. Поэтому, со своей стороны, мы в первую очередь надеемся на эвакуацию. С другой стороны, мы понимаем, что есть риск, в том числе с боевыми действиями, что она, в любом мире, может закончиться. Поэтому, какое будет дальнейшее развитие событий, сложно до конца представить. А насколько активно сейчас оккупанты непосредственно в Мариуполе что-то делают? Или пытаются, наоборот, дистанцироваться от города? Не то, чтобы пытаются дистанцироваться, а что-то делают. Знаете, наверное, самое точное определение будет, что точно делают. Такой муравейник, каждый чем-то занимается, явно вылазит на поверхность, что нет никакого плана, нет никакой связанности, стратегии с точки зрения тех работ, которые они проводят. И работы направлены больше, с одной стороны, на вот эти пропагандистские картинки. С другой стороны, подрядчики, которые приехали из России, просто осваивают собственные бюджеты. Поэтому, в принципе, все равно. Отсюда мы видим бесконечные картинки того, как в разрушенных домах, например, меняют систему отопления, а в домах, где целые окна, просто заменяют окна. Ну, то есть, никакой логики в этом вообще не отслеживается, кроме одной. Что есть задание поменять окна, на это выделен бюджет, будем менять окна. Есть задание поменять батареи, будем менять батареи. Будут еще задания какие-то, будем еще что-то делать. То есть, конечная цель помочь людям, в том числе, пережить предстающую зиму, ее, безусловно, нет. Власти коллаборационистов на месте фактически процессами не управляют, процессами управляют россияне. Управляют ей большей частью из Донецка, присутствуя там. Поэтому, о том, что происходит в Мариуполе, вообще мало кто имеет представления. Присылают подрядчиков, подрядчики делают то, что считают нужным, что считают возможным. Поэтому, знаете, глобальный хаос на самом деле, муравейник, который ничего не создает. Сейчас ситуация, да как и раньше, довольно динамичная. И очень многое меняется. Меняется буквально за короткий промежуток времени. Вам, как человеку, который не понаслышке знает о ситуации и в Мариуполе, и в регионе в целом. Как вы считаете, от каких факторов зависит деоккупация города? И как скоро это может произойти? Ну, сложно строить и настраивать кого-то. Давайте, если это достаточно прагматично смотреть. Фактор, естественно, только один фактор. Это наши вооруженные силы Украины. Мы, когда будут готовы деоккупировать, будут деоккупировать, мы понимаем протяженность линии фронта и сложность принятия решений. Собственно, мы настраиваемся весна-осень, что мы вернемся домой, пока мы готовим планы восстановления. Поэтому, то, что это будет следующий год максимум, мы в этом не сомневаемся на сегодняшний день. Поэтому, как будет развиваться, ну, пусть это вопрос нашего военного руководства. И единственное, что мы можем сказать, что нужно доверять. До этого нужно держаться, поэтому мы будем работать с городом весь этот период, с мариупольцами, эвакуацией, эвакуацией. И будем делать все от нас зависящее для того, чтобы точка деоккупации наступила как можно раньше и прошла она как можно легче. Петр, скажите, пожалуйста, а насколько сильны пророссийские позиции сейчас в Мариуполе? Я бы не назвал их сильными. Безусловно, есть определенный слой населения пророссийски настроенный. Он как был, так и есть. Он достаточно небольшой. На сегодняшний день я бы оценил его в 5% от тех, кто находится. Собственно, это все те, кто примкнули уже к оккупационной власти в том или ином виде. И самое интересное, что значительная часть пророссийских настроенных сейчас бегут из Мариуполя в Россию, понимая, что там не будет светлого будущего. Достаточно большой прошарок конкретно проукраинского населения. Безусловно, с этими карательными мерами немножко усложнено сопротивление, поэтому не буду озвучивать цифры. И, наверное, самый большой слой, это, собственно, люди, которые вообще никак не настроены. Давайте говорить так, да, в этом состоянии. Это не потому, что люди плохие. Потому что люди после бомбардировок... Да, их главная задача выживания, понятно. Безусловно, да. До насыщения базового уровня, на самом деле, потребностей, да, говорить там о глобальных каких-то вообще настроениях, в принципе, невозможно. А оккупационная власть делает все для того, чтобы этот базовый уровень не насытился. Потому что у них в планах, это мы видим, к сожалению, он достаточно местами успешно реализуется, полная маргинализация населения. Для того, чтобы через покорность, через маргинализацию, да, получить покорность и как-то предупредить, в том числе, возникновение проукраинского сопротивления. Поэтому ситуация сложная социальная, неоднозначная. Люди дезориентированы, в абсолютном основном, в большинстве. Плюс добавляем информационный вакуум относительно, да, усиленная пропаганда. Ситуация непростая. Но, тем не менее, ситуация непростая. Значит, это еще раз один наш вызов воевать на информационном фронте за души наших украинцев. Ну и противостояние продолжается, это тоже важно. Петр Андрющенко, большое спасибо. Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, был с нами на прямой связи. Этот наш Termин monastery был в teeth. мы экспериментом в нашей инспекции